От Виктора Цоя до соседского паренька. В один карандашный розчерк или миллионы штрихов. В художественном музее открылась выставка портретов, поражающих своей простотой и сложностью одновременно. Анна Центовская пошла на выставку, а оказалась в удивительном мире людей и их образов. Три выставочных зала. В каждом десятки словно живых глаз смотрят на посетителя. Семь художников разных времен объединил их простой карандаш. 70 портретов за каждым и в каждом своя история. Отойдет на каких-то два метра и тысячи штрихов сольются в одну личность. Виктор Цой потребует перемен, а Кхал Дрога из «Игры престолов» снова ринется в бой за прекрасную мать драконов. Художник пишет не кистью, не карандашом, а душой он пишет. Здесь уникальность этой выставки в том, что здесь души, здесь в портретах на нас смотрят образы души. Художников много. Истинных портретистов единицы, добавляет директор музея. Карандаш в своем однообразии цвета никогда не затмит за масляной пестротой личность ни образа, ни художника. За простым не получится спрятать сложное. Карандаш более выразительный, потому что есть такое понятие «минимум средств, максимум содержания». То есть карандаш вот он. А передать внутренний мир человека может быть маслом-то но и доступнее, а карандашом более выразительно получается. И когда еще так выразительно в объектив телекамеры посмотрят сразу два одинаковых и таких разных человека. Оба живые и настоящие. Один из плоти и крови, другой из тысячи штрихов. Чувашский народ, он счастлив тем, что у него есть такие талантливые сыны, художники. Таких художников мало найти и в Марийской республике, и в Татарстане. А у Чувашии они есть. Тонкость линий и выразительность острых образов. До 8 августа в Художественном музее. Анна Центовская, Сергей Емельянов, Республика.